И с очередями в детские сады городские власти начали бороться по-новому. Они будут реконструировать уже существующие здания и переделывать их в садики. Получается и дешевле, и быстрее. К тому же не надо искать территорий для строительства. Два таких детсада уже совсем скоро примут первых ребятишек. Кирилл Белык расскажет подробнее. В коридорах нового садика на улице 60 лет образования СССР еще чувствуется запах свежей краски. Строители завершили работу только неделю назад. Садик тут когда-то был, еще в советское время, но потом его переделали в начальную школу. И так это здание функционировало до 2013 года, пока местные власти не решили его реконструировать. Все успели сделать даже раньше срока, аж на полтора месяца. Осталось завести оборудование и купить игрушки. Учеников перевели в школу неподалеку. Первых детей садик примет уже с началом учебного года. Ходить сюда смогут 130 ребятишек. Это те, что стоят в общегородской очереди. Детский сад будет по художественно-эстетическому направлению развития. И предполагается и застудия, предполагается и компьютерный класс. Правда один музыкальный зал, но для семи групп это наверное достаточно. Второй детсад появится на улице Карбышева в здании детского офтальмологического центра. Работу тут непочатый край, еще даже не составлена смета. Есть только предложение, как тут все обустроить. Так вот красноярские власти хотят добавить зданию третий этаж и сделать дополнительную пристройку, которую соединят с основным корпусом переходом. В таком случае садик будет рассчитан на 350 мест. Стоить такая реконструкция будет дорого. Но Виктор Толоконский, который сегодня приехал осмотреть здание, уверен. Деньги в бюджете найдутся. А еще он продемонстрировал свое умение математических расчетов. Если нам строить с нуля на новом месте, у нас одно место будет стоить порядка 700 тысяч рублей. Если мы здесь на готовой площадке, где все коммуникации, где будет один общий пищеблок, общий медицинский блок, залы там спортивные, музыкальные, то у нас место будет, думаю, 1250. Детей, которых лечили здесь, теперь придется водить в городской глазной центр, лечить вместе со взрослыми. Такие неудобства, говорят местные жители, и вовсе не неудобства, когда все делается ради такой цели. Кирилл Белыков, Эдуард Баглай, Новости, Афонтово.